МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Здоровым, развитым, уметь постоять за себя – это дело мужчины. Ну вот у младшей дочери стоит вопрос определиться с профессией. Она сейчас в 10-м классе, хоть еще и с 2 года, но она до сих пор сомневается. Вот на эту тему мы беседуем, смотрим вузы. У нее, допустим, стремление стать визажистом. И с одной стороны, особо-то на такую профессию не обязательно получать высшее образование. Можно буквально после 9-го класса идти и работать. Но я понимаю, что все равно в образовании это важно. Я ей предлагаю какое-то медицинское направление, например. Косметология и медицина, она каким-то образом связана. Для меня в приоритете, чтобы ребенку нравилось. Постоянно провожу беседы о безопасности, о времени, о том, какой сейчас есть. Не очень такое простое. В плане того, что телефонные звонки с непонятных номеров, какие-то хождения по квартирам, да даже на улице. То есть разные взрослые бывают, которые могут сделать что-то не очень хорошее, обманывая, то есть так или иначе про себя о помощи. По поводу арифметики, ментальная математика. Вот. Ну, хотел донести до ребенка, что этим надо заниматься, что в будущем это понадобится. Она развивает, ну, как объяснить, она развивает оба полушария, левая и правая, и помогает, ну, на первом этапе вот становления в жизни. Увеличиваются возможности, память развивается, работает левая, правая полушария, обе руки нормально работают. Разговаривала с ребенком минуту назад именно по душам. Я вообще всегда разговариваю с своими детьми именно так. У меня дети, многим интересуются, им интересно, почему тетя одета так, почему такая музыка поет. Это может быть что угодно абсолютно. Я просто стараюсь быть с ними рядом и быть в курсе их событий, их мыслей, чтобы, наверное, помочь в нужный момент. Чтобы у детей была уверенность в любви. Потому что просто купить игрушку и отстань – это не любовь. Любовь – это когда мама рядом. У меня детей нет, но с детьми своей подруги мы можем говорить на разные темы. С младшим разбирали задания по литературе. Было задано дать характеристику царю из сказки про царевную лягушку. Очень интересное психологическое задание было. Ну, было интересно, разбирали, говорили, в принципе, о психологии. Все мы играем какие-то роли, и психология, в принципе, она помогает, если ты ее знаешь. Ну, конечно, это первый наболевший вопрос – это игры в компьютер. Дети сидят у компьютера и, так скажем, никакого больше себе увлечения, развлечения не придумывают. Игры вызывают агрессию у детей, то есть состояние психологическое, эмоциональное у ребенка подшатывается. Нужно, конечно, отвлекать ребенка, не давать ему проводить времени, там, ну, так скажем, вытаскивать его из этой паутины. Чтобы ребенок не сидел у компьютера, больше проводил времени на свежем воздухе, занимался в каких-либо кружках, сам развивался. Я вообще-то с детьми работаю, как бы в школе, и мне приходится часто с ними разговаривать, так скажем, по душам. Это был урок рисования. Я спросила у детей, что вы вообще хотели, что вас волнует, что на душе, что вам хочется. И дети, именно у них, вот эта тема была у всех в основном, вот про путешествия. Все им почему-то захотелось куда-то съездить отдохнуть. И вот это они выразили в своих рисунках. Потому что много задают домашних заданий, детей очень часто куда-то водят. Но у них вообще нет практически свободного времени. Они в надежде на то, что они на следующий год обязательно поедут отдохнуть. Вот у них они остались с какой-то надеждой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok